Коллеги, мы с вами находимся на публичной кадастровой карте. Это официальная карта Российской Федерации для размещения информации о земельных участках. То есть, если вы хотите приобрести земельный участок, посмотреть его кадастровую стоимость официальную, либо произведено ли межевание, вам необходимо всегда обращаться именно к этой карте. Либо, если вам необходимо посмотреть квартал или район, где расположены. Итак, участки. Нас интересуют участки. К примеру, берем участок Томск. И здесь нам предлагают адреса выплывающие. К примеру, выбираем Буяновский 8. Нам показывают, где он расположен. Также можем отодвинуть, посмотреть, в какой части расположен. Видим, что рядом у нас проходит Том. Здесь у нас есть информация, тип объекта недвижимости, земельный участок, кадастровый номер, кадастровый квартал. Видим, что он учтенный, что участок межеванный, адрес точный, категория земель. Далее, кадастровая стоимость, учтенная площадь, разрешенное использование и по документам для эксплуатации индивидуального жилого дома. Также у нас здесь есть услуги, которые мы можем посмотреть. Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн. И получить выписку об основных характеристиках. Если мы нажимаем, нас с вами перебрасывают на Росреестр, на наш официальный источник. И здесь мы можем посмотреть какую-либо информацию об объекте. Смотрим. Об объекте. Ограничения. Права и ограничения. Видим, что у нас по правам по ограничениям общая долевая собственность. То есть, это не одному принадлежит участнику, а нескольким участникам принадлежит у нас это ограничение. То есть, у нас на одном объекте несколько дольщиков. Как мы видим, в 2019 году дольщик был, в 2013 дольщик, в 2019 доли зарегистрированы и 21.05.2020 доли у нас зарегистрированы. То есть, как мы видим, как минимум здесь у нас 4 участника долевой собственности, которые у нас есть именно на земельном участке. И также мы можем получить выписку. Если перейдем, то здесь у нас данные забиты. Нам останется всего лишь здесь дозабить какую-то информацию и перейти к сведениям. То есть, публичная кадастровая карта у нас работает напрямую с Росреестром. Это официальный первичный источник информации, так же как и Росреестр. Здесь мы смотрим, где у нас расположен земельный участок. Можем посмотреть план земельного участка, сохранить его на картинку, то есть, как он выглядит. Далее. План кадастрового квартала можем посмотреть. То есть, к какому кварталу у нас она относится. Да, то есть, где и что. И так же мы с вами можем посмотреть. Можем убрать слои. Так, сбросила. Давайте еще раз наберем. И можем в целом посмотреть, что у нас за земельный участок. Да, то есть, посмотрели, где у нас и как расположен земельный участок и как он выглядит. И нажали вот снизу справа внизу на спутник и посмотрели, сколько у нас здесь есть объектов недвижимости. Давайте подведем итоги. Если вы работаете с земельными участками, то всю информацию по земельным участкам необходимо смотреть именно в публичной кадастровой карте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!